Андрей участвует в научных конференциях, посвященных творчеству Достоевского, и Андрей пишет книги о Достоевском. Книга, актерская читка которой сегодня вам будет представлена, имеет еще одну особенность. Дело в том, что Андрей занялся периодом творчества и жизни Федора Михайловича, наверное, наименее изученным. Это период его молодости и, прежде всего, это период его поездок в Ревель, так назывался в XIX веке город Таллин, нам сами хорошо известны. Там служил его брат. Сейчас не о том речи, это чужая жизнь? Нет, чужой жизни нет. Каждая жизнь идет здесь. Человек есть тайна, ее надо разгадать. И если ты будешь разгадывать ее всю жизнь, не говоришь, что потерял время, я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Ибо в глубине души все жаждут настоящей любви. Только вот вопрос для многих, где она? Зачахнувшая в катках и соленьях, повешенная на веревках постиранного белья, пропитая в кабаках, растерзанная в постоянном выкувании денег. И вот здесь, на сцене, она есть. Только протяни руку, окажешься в ее живущем мире. Каждый жаждет и страдает от отсутствия любви, что явлено в высокопоэтических творениях. Так воздействует романтизм на развращенные сердца, которые втайне сохраняют веру удивительное. Если для них уже навсегда, как им кажется, потеряна любовь, они под воздействием у своих лечений классической полэзии могут хоть на миг поверить в возможности высоких чувств. Что вы там ворочете? Что вы там ворочете? Лучики, но и что? Так солнышко. Значит, то есть солнце. Это вся жизнь. Какая жизнь? Облезлые стены. Среди облезлых стен можно многое передумать. Думайте, если вам интересно. Я не хочу. Так, вы не думаете, например, что граф вас предал? Что? Да откуда вы знаете? Как вы можете о котором обсуждать? Он вас не любит. Идея бессмертия тоже исчезнет. И вся любовь к тому, который бессмертие обращается у всех на простую жизнь, на природу, на всякую травинку. Всякая травинка становится в радость. И доска земная в радость. Александр Резенкав первый из всех современников написал воспоминания о Федерии Михайловиче Стоевского. Так получилось, что полностью они были опубликованы через 137 лет в 2018 году. Мои посещения Таллина, бывшего Эреля, работа в Таллинском архиве вдохновили меня на написание повести о Молотом Достоевском, которому на момент действия 21 год. Спасибо, Федор Михайлович. Спасибо, Дом музея Достоевского. Спасибо, фестиваль Дни Пионтека. Спасибо, Таллин. Спасибо, Санкт-Петербург. В нашем действии принимали участие актриса театра кино Елена Систем и петербургский композитор Антон Владимирович. Спасибо, Свет. Спасибо, Таллин. Счастье, повесть опубликована во втором номере журнала «Невский альманах», которая есть уже в продаже. Благодаря вам, я уже в третий раз участвую в этом замечательном фестивале. Естественно, я хочу вас отблагодарить и подарить вам журнал, в котором напечатана моя новость. Спасибо, Дорогому Андрею. Андрея. Андрея. Благодарю вам грамоту за участие, очередное участие в нашей глянке. Он не первый раз это делает. Надеюсь, он с нами останется навсегда. И каждый год мы будем иметь счастье снова знакомиться с его замечательным творчеством. АПЛОДИСМЕНТЫ Великолепно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ